Для каких целей в быту использовали верхушку ели, кто такой байник и как выглядят сусеки? Ответы на эти вопросы юные жители округа могут узнать на интерактивной выставке музея-заповедника Кижи, экспонаты которой представлены в Нениском краеведческом музее. Посетители смогут отправиться в путешествие, полное приключений и загадок. Побывают в карельской деревне, погостят в крестьянской избе, покатаются на лодке, порыбачат на берегу озера и совершат прогулку по лесу. Одно из первых совершило путешествие в мир крестьянской жизни, хозяйство и природы, наша съемочная группа. Хозяйка выставки Марья Петровна проводит для ребят экскурсию по карельской деревне. Давайте посмотрим, кто же живет в нашей горнице. Вот там живет. Посмотрите, вот они живут. Кто это? Здравствуйте. А по-карельски как? А по-карельски как? Перми. В крестьянской избе ребят встречают старинными загадками, которые очень популярны на территории Карелии. Подсказки находятся повсюду. Главное – вовремя проявить спекалку. Бычок рогат, в руках зажат. Еду хватает, а сам голодать. Вот это. Что это? Что в чугу хватает? Это ухват. Загадки здесь не только исходят из уст работников музея, но и буквально витают в воздухе. Необычные предметы быта крестьян заставляют задуматься и пофантазировать о предназначении тех или иных вещей. Здесь представлен такой очень интересный предмет. Мы спрашиваем, да, что это такое? Никто, ну, часто не может ответить, особенно от больших городов, да, дети. На самом деле это предок современной… Венчика, да? Да, ну, венчика или теперь уже миксера, да, уже усовершенствована. Называется мутовка. Сделана она из верхушки ели. Обычно делал ее мужчина, шел в лес для своей женщины, видел верхушку красивую, да, так как мы знаем, что елка растет веточками вверх, то, соответственно, брал понравившуюся ему елочку, шкуривал ее и приносил домой. Экспонаты выставки раскроют секреты традиций и жизни крестьян, к примеру. Почему бани строили непременно на воде, кто следил за порядком в бане и как нагревали воду в деревянных кадушках. Байник здесь рассказывает о своих традициях, как нужно мыться в бане, да, когда нужно ходить, какой гостинице оставить ему, чтобы в следующий раз обязательно вернуться. Ну и здесь мы с детьми разбираем, что же такое баня, какие элементы в ней присутствуют, из чего делаются эти предметы, это тоже очень важно. Большинство экспонатов можно не только посмотреть, но и потрогать руками, когда еще предоставится возможность почувствовать себя местным карельским рыбаком. Можно забраться в лодку, да, взять весло, можно попробовать себя в роли рыбака, в натуральную, да, скажем так, величину, попробовав с помощью удочки, да, половить рыбу. Порыбачить на берегу озера, заглянуть в сусек и побывать в лесу – такая возможность у посетителей Ненецкого краеведческого музея появилась впервые, благодаря сотрудничеству с музеем-заповедником Кижа. Она была создана в 2015 году, работала несколько месяцев на базе нашего выставочного зала в городе Петрозаводске, а теперь уже более трех лет она путешествует по России, в основном это Север, Мурманская область, вот теперь еще Ненецкий округ, и по Карелии, по нашим городам, районам. На основе нематериального наследия решили рассказать и показать современному поколению, насколько были мудрыми наши предки, насколько были наблюдательными с фантазией, с чувством юмора. Выставка «Где живет загадка» будет работать в Ненецком краеведческом музее до 28 июля. Совершить путешествие в мир уникальных загадочных экспонатов могут как организованные группы, так и родители с детьми. Ирина Ежалова, Антон Водряков, Телеканал «Север».